Христос воскресе! Приветствую вас, уважаемые телезрители! Вот вы знаете, на прошедшей неделе, в пятницу, мы с вами праздновали День Победы. День Победы 9 мая был и, пожалуй, остается единственным праздником, объединяющим практически весь народ, всех жителей нашей страны. И мне сегодня хотелось бы поговорить об этом празднике. Некое пережить послевкусие. Ведь причин, которые служат такому объединению народа, много. И вот сегодня мне хотелось бы перечислить по крайней мере несколько. Первое. Простой психологический закон, верный для каждого человека, верен он и для огромных национальных общностей. Без побед, хотя бы маленьких, у человека нет и не может быть нормальной жизни. Смутная перспектива, опускаются руки, не верится в будущее. Народам тоже нужны победы. Это вовсе не обязательно победы в войне. Важны и мирные успехи, важны достижения. Но способность защитить себя и своих близких, отстоять дорогое и важное, все то, что хочет отнять враг, придает сил и уверенность, сообщает мощный импульс развития. Недаром послевоенный морально-эмоциональный подъем сопровождался всплеском экономическим, социальным. Люди стали больше ценить то, что имеют. Пусть это ценное заключалось в совсем по нынешним меркам немногим. Крыша над головой, возможности трудиться на благо семьи и общества, победе над постоянной угрозой голода. А еще в ярком и остром ощущении завершения войны, пришедшего ей на смену мира, в чувстве свободы от опасности иноземного гнета. И вот, когда анализируешь все это, думаешь, как нам сегодня нужны победы. Не милитаристские. Избави Бог. Нет. Мирные и добрые, но обязательно победы. Залогом того, что они еще нас ждут и служат эти торжества 9 мая. Второе. Вы знаете, вспоминая победу, мы обязательно вспоминаем тех, кто не дожил до святого дня, кто отдали жизнь за других. Победа великая, потому что и война была великой. Велика по продолжительности, задействованности силам и ресурсам. Велика и по жертвам, принесенным на алтарь Отечества нашим народом вместе с другими народами тогда великой страны. И вот эта расхожая цифра потерь, оцениваемая в 20 миллионов жизней, вот вы знаете, я ее и сейчас произношу, но не умещается она в голове. Вообще все, что выходит за пределы десятков и сотен, представимо только математикам, живущим в мире чисел. Да и то, это представление абстрактное. 20 миллионов погибших, умерших от голода и болезней, с каждым, с любым, из которых связаны плач и слезы, горе детей, жены, родителей, это число не вместится в ум никакого математика. И вот только Бог, который выше всякого исчисления и который посылает душу в мир и принимает ее отсюда, заключая в свои отеческие объятия, может вместить все. И не только вместить, но и придать всему смысл даже страданиям, даже немыслимым нашему уму жертвам. И, наконец, еще то, на что мне хотелось обратить наше с вами внимание. И, пожалуй, для верующих это самое важное. Парадоксально, но война – самое страшное и кровавое дело на земле, тем не менее война обретает религиозный смысл в любви. Война и любовь – что может быть противоположнее по значению? И тем не менее церковь с древних пор усваивает подвигу воинов-защитников Отечества, качество этой высшей христианской добродетели. «Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих», читаем мы в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 13 стих. Очень известная евангельская фраза. И вот эта фраза наводит меня на размышление не только о подвигах воина, но и о качествах нашей собственной любви. Так часто слабой, вялой, малоподвижной, неспособной на жертву, но склонной к ожиданию жертв со стороны предмета любви, склонной к благодушному самолюбованию и часто даже на своем эмоциональном пике ищущая привилегии лишь для себя. А вот любовь воина, она простая, мужественная, жертвенная, полное самоограничение и ничего не требующее взамен, кажется на этом фоне отблеском иного, высшего мира. Но не только воинам дается возможность проявить во время войны высшее христианское качество. Помните, лозунг тыла – все для фронта, все для победы, ведь он требовал всецелой самоотдачи от всего народа. Сегодня многие говорят, что огромный вклад в достижение победы был внесен заключенными. И это тоже правда. Но правда и то, что каждый житель великой страны, Советского Союза, потрудился сначала для перелома ситуации в нашу пользу, потом и для того, чтобы наши войска в третий раз в отечественной истории взяли Берлин. Я не ошибся. Третий раз. Первый раз это был 1760 год, затем 1813 и 1945. Конечно, война безнравственна по своей природе, но она дает возможность проявить нравственные качества. Нравственная высота нашего народа проявлялась в той любви, которая, по мысли святителя Иоанна Златоуста, отличает настоящего христианина от просто хорошего человека, а именно в любви к врагам. Эта любовь не была декларативной, не выражалась в лозунгах и пустых словах. Ведь известно множество случаев, когда пленным немцам люди, сами от них пострадавшие, отдавали совсем не лишний кусок хлеба, когда ухаживали за ранеными врагами, спасали их от гибели. Спасали верующие и тех, кто гнал их, насмехался над ними в годы репрессий против церкви. Вот мне вспоминается пример протеерея Владимира Душука, служившего в местечке Карелича под Новогрудком, когда после прихода немцев в 41-м году арестовали активистов-комсомольцев, спас их от расстрела, а спустя сутки его самого арестовали. По ходатайству местных интеллигентов перед комендантом священник был отпущен. Так вот, комсомольцы, пришедшие к батюшке с благодарностью за спасение, сознались, что пять раз приходили убить священника, но всегда что-то мешало сделать это в тайне. Помогали, конечно, и просто людям, попавшим под каток гитлеровской машины, уничтожение. На проповеди в церкви отец Владимир требовал от прихожан не участвовать в грабежах евреев, сгоняемых в гетто. Верующие скрытно собирали продукты и переправляли их узникам в гетто. Да что говорить! «Моя родная бабушка, жившая в то время в Минске, спасла пять еврейских семей от немецкого гетто, будучи православной христианкой». Или еще пример, описанный Иваном Шубитыдзе, в его мемуарах «Полесские были». Я позволю себе даже процитировать для вас этот отрывок из его книги. У церковные справы мы на вогу уже не умешивались, але життё дыктовало свои законы. До нас дайшли чутки, что у вёсцы адрыжин Ивановского района есть вельми цикавый поп Василь Данилович Капычка, який агитуе за партизан. Парафиянам, тіто у церкве, тіто дзе нибудь на хрэйзбінах, вяселлях, участь молебну, и он обовязково уставить своё слово. «Чого вы сядите дома? Чому терпите супостатов? Трэба брать зброю и истык партизанам?» Мы жартом называли его своим агитатором, и одной, чы запросили у лагер, и он охотно поехал в сопроводжении партизан. Капычка долго приглядывался до наших життя, до парадков, абы шоу з десяток землянок, а за вечера, якую мы приготавали специально для его штабе, разговарывся увесь голос. Вось гэтые немцы, дікуны, безбожники, бандиты, аж бачивы усе православное, дай Боже вам здоров'я, я так і казаў своим парафіянам. Было бачно, што Капычка полюбіў нас, радаваўся і не помылиўся ў сваіх меркаваннях, абецаў маліцца за нас і допамагаць шы можа. А калі трошкі падпів, то разам з нами заспіваў рэволюційныя пісні. Голосы его был магутны, выделяўсяся роду сіх, адправіли мы ёго з лагера ўрачыста на тачанцы з Аховай. З гэтай часу айтец Васіль став нашым сувязным, і он стрымаў свае слова, да памагаў не толькі малітвамі, але і матріяльна, збіраў продукты для раніных, присылав часамі зброю. У канцы вадны Васіль Данилович Капычка, партызанскі поп, був узнагороджен мядалем партызану Великой Отшинной Войны. Мне пришлось знать отца Василия лично. И я помню, что спустя много лет отца Василия нашел і орден Красной Звізды за те заслуги, которые он имел перед партизанским движением. Или еще пример. Русский священник протеерей Серафим Батаревич во время немецкой оккупации Варшавы добился разрешения на посещение лагерей советских военнопленных, где проповедовал Слово Божие на пусту умирающих и окормлял всех желающих, утешая и наставляя их. Тайно от немцев записывал их имена и места жительства родственников, чтобы при возможности сообщить родственникам о судьбе страдальцев. Таким образом им был составлен список из нескольких тысяч человек. Вера. Вот именно вера помогала выжить в страшных обстоятельствах. Человек, пришедший с верой в войну, уже не мог с ней расстаться. Надежда всегда окрыляла, говорит протеерей Дмитрий Хмель, служивший в годы войны в артиллерии. Часто попадая в боях в такие ситуации, что трудно было выжить, но и выживал и шел дальше целый и невредимый. И он говорит, я чувствовал над собой промыслительную десницу Божию, все время молился. У меня была иконка святителя Николая, чудотворца, которую я пронес через всю войну и вернулся с нею домой. Он же свидетельствует, что на войне трудно остаться атеистом, что там человек чувствует над собой промысл Божий, который охраняет его даже в те моменты, когда выживать, выжить, казалось бы, было невозможно. Таких примеров тысячи. Все они свидетельствуют о духовном значении войны, победы, о том, что годы тяжелейших испытаний были не напрасны. Победа оказалась не только военной, но и духовной. Закономерно, что, разгромив внешнего врага, наш народ заслужил победу, хотя и половинчатую, далеко не полную, но все же победу над врагом внутренним, лютым атеизмом. Загнавшим церковь в подполье, а теперь вдруг отступившим, давшим слабинку. И хотя ситуация оставалась тяжелой, и впереди были хрущевские гонения, та победа позволила церковному организму не только выжить, но и укрепиться. И тем, что в нашей церкви существует преемственность, непрерывность церковной миссии от дореволюционного времени и до лет нового церковного возрождения нашего времени, мы обязаны великой победе. Победе, выстраданной, вымоленной и завоеванной предками, положившими жизнь за народ и за нас с вами их вдоха. Субтитры создавал DimaTorzok